В субботу, 22 апреля, глава Самары Елена Лапушкина проверила санитарное содержание заводского шоссе. Это одна из крупнейших улиц Самары, связывающая Кировский, Промышленный, Советский и Железнодорожные районы города. В начале недели глава города провела совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на заводском шоссе, во время которого призвала представителей предприятий привести в надлежащее состояние, прилегающее к их заводам, производствам, магазинам, мастерским, территории. Очистить от граффити объявлений здания и заборы, ликвидировать парковку на газонах, собрать и вывезти накопившийся мусор. В конце недели глава Самары приехала проверить, как выполнено поручение. Вижу, что ситуация по заводскому шоссе после совещания, которое мы проводили на прошлой неделе, с руководителями меняется. Сейчас с главным районом поговорили детали. Необходимо все-таки довести тему до конца и по покраске заборов, и по подбору мусора, и убрать вот эту незаконную рекламу, которая очень портит вид. Малыми усилиями можно навести там достаточно приличный хороший вид. Сотрудники одного из предприятий, расположенных на улице Боярово, подошли к призыву главы города с энтузиазмом. Рассказывают, с прилегающей к заводу территории вывезли пять камазов мусора, спилили аварийные деревья. Теперь планируют организовать просторную парковку для всех работников. Очистили, собственно говоря, здесь свалка в какой-то степени была, завал, парковку очистили, продолжаем двигаться далее. То есть до конца планируем, вот с соседним предприятием тоже договоренность есть, что они нам помогают, расчищаем, собственно, всю территорию. В субботу по всей стране проводился всероссийский субботник, однако в Самаре в связи с погодными условиями общегородской субботник перенесен на следующую неделю. Но многие самарцы не испугались плохой погоды и вышли на уборку. Глава Самары поблагодарила жителей за активную позицию и пригласила всех завершить уборку города 29 апреля. На этот день перенесен общегородской субботник. Были такие грандиозные планы и по уборке территории, посадке деревьев, и по покраске малых архитектурных форм, но погода распределилась несколько иначе. И все, что запланировали сегодня, конечно, завершимы 29 числа. Внести свой вклад в благоустройство не только дворовых, но и общественных территорий Самары может каждый житель города в любой день недели, напомнила глава города. С 15 апреля все самарцы старше 14 лет могут принять участие во всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства. В Самаре в голосовании участвуют 20 пространств, которые были определены в ходе первого этапа отбора. Это парки, скверы, бульвары и другие общественные территории. Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, уже в следующем году будут обновлены пространства, набравшие наибольшее число голосов. Голосование проходит до 31 мая на платформе 63.городсреда.ру. Андрей Горгуленко, Виктория Шарая, Константин Головин. События. Продолжение следует...